Министр промышленности и торговли страны Денис Мантеров собирается посетить с рабочим визитом Чувашию в начале следующего года, а заодно проверить, как идет реализация индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Такую информацию на совещании в Доме правительства озвучил Михаил Игнатьев. Отмечу, что в конце прошлой недели в Москве Денису Мантерову представили доработанный вариант программы по развитию республики до 2024 года. Его рассмотрели на итоговом совещании у министра. На реализацию основных мероприятий с федерального бюджета планируют выделить 10 миллиардов рублей. Средства пойдут на создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержку приоритетных инвестиционных проектов, прокладку инженерной инфраструктуры, декапитализацию региональных гарантийных и микрофинансовых организаций, переселение граждан из аварийного жилья, строительство дорог, субсидирование ипотечных кредитов жителям республики, строительство лечебного корпуса пристроя республиканской клинической больницы. Кроме этого, по программе ускоренного социально-экономического развития Чувашии собираются расширить возможности территории, территории, опережающего развитие в Новочебоксарске и Канаше, добавить виды деятельности, создать там особые экономические зоны. Кроме того, программа содержит перечень дополнительных мероприятий с ресурсной потребностью 37,3 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 36,2 миллиарда рублей. Основные направления использования для данных средств в рамках уже госпрограмм планируются, это реализация инвестиционных проектов в сфере АПК, развитие комплекса услуг, сервисов для субъектов малого и среднего предпринимательства, строительство объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, капитальный ремонт, находящихся в аварийном состоянии мостов, ускоренная замена лифтов в жилом фонде. Республиканские власти рассчитывают, что реализация программы социально-экономического развития к 2024 году позволит создать в регионе дополнительно 15,5 тысяч рабочих мест, увеличить среднедушевые доходы населения, снизить показатели уровней бедности и безработицы. Михаил Игнатьев отметил, все министерства должны вовремя предоставлять федеральному центру нужную информацию, чтобы никакие формальности не затормозили принятие важного для республики документа. По Минздраву, Владимир Николаевич, по клинической больнице, давай до конца нам 200, там нет принципиальных вопросов, значит. Там касаясь дорог, в принципе тоже все прошли. Там, Алексей Олегович, проектирование когда заканчивается по третьему транспортному полукольцу? Проектирование планируем завершить до конца первого квартала, потом передаем экспертизу. Сложности возникли с получением технических условий железной дороги. Продолжение следует...